Прежде чем перейти, собственно, к теме доклада, я хочу начать с того понятия, которое является центральным, напомнить, хотя, наверное, это излишне, это скорее лекционный режим получается тогда, то, что Аристотель понимал на подкатарсисом, связывало прежде всего с трагедией, хотя не только с трагедией. Прежде всего в искусстве, но и в самой жизни может быть такое очищение, такое освобождение от страстей, чего-то нас гнетущего, неволящего. И это явление катарсиса, он определяет через трагедию как подражание действию важному и законченному, имеющим определенный объем подражания при помощи речи в каждой из своих частей, различно украшенной посредством действия, а не рассказа, совершающая путем сострадания и страха очищения подобных эффектов. Есть основные элементы катарсиса – подражание, сострадание, страх и очищение, которое может быть связано и с удовольствием от этого сопереживания и очищения. Но катарсис не только в искусстве, в политике Аристотель его усматривал, говоря о том, что такое состояние, сострадание, страх и очищение в действии и в этой реальной жизни. В современной жизни мы встречаемся и с тем, что в искусстве через комедию и через даже шоу-бизнес пытаются как-то осуществлять это очищение. Но XX век внес такие изменения, о которых писал Владимир Кантер, в частности, и ряд других авторов. А именно, вместо страха мы видим уже ужас, вызывающий оцепенение и препятствующий очищению. Ужас вместо трагедии приводит к тому, что люди теряют свою индивидуальность, свое лицо и личность. И это нашло свое выражение в искусстве Казимира Малевича и, в частности, Франца Кавки, памятник которому тоже выражает отсутствие лица, хотя сам автор здесь с лицом, а вот его герой мы видим без лица. Мартин Хайдегер отмечает ситуацию XX века как мировую ночь. И эта мрачная мировая эпоха связана с нетостью Бога, то есть смертью Бога, о которой говорил еще Ницше. И что ужас приоткрывает вместо Бога нам бездну ничто. Поэтому возникает и проблема с очищением, освобождением, которое должно нести переживания и в искусстве, и в жизни. Владимир Кантер говорит, что мир изменился, мир, где стал действовать закон больших чисел, исчезла индивидуальность, поэтому нет Бога. А если так, то я думаю, многое зависит и от самого человека, от каждого из нас, и от всех нас вместе. И очень важно отметить тот момент, который связан с религией, прежде всего с христианством, на что обращается Кантер, говоря о том, что оставление Бога, даже Христа, переживается им как человеком, человеком смертным, переживающим то же состояние ужаса, потери Отца Небесного. Но вместе с этим укрепляется и благая весть, открывается пространство свободы, которое необходимо для трагического героя. Это порождает надежды и не только тенденция того ужаса апокалиптического, который характерен для нашего времени, но и надежда и свобода являются тенденциями современного состояния Кантера. Я хочу на материале, относящемся к современному информационно-коммуникативному пространству, в частности в мегаполисе, коснуться некоторых особенностей этой проблемы. Кратко кослось вопросов коммуникации и информации. Коммуникация понимается в нескольких значениях, как информационный обмен, преломляющийся через контексты внутренней среды систем. И это в то же время вечный материальный компонент социальной, природной или технической системы. И, наконец, самый важный, на мой взгляд, смысл на слово «коммуникация» – это межличностное общение, не столько интерактивный обмен и субъектно-объектное взаимодействие, межсубъектное взаимодействие, сколько прикосновения и взаимное проникновение душ. Это смысл, который наиболее характерен для нашей русской, российской цивилизации и культуры. Никлас Луман говорит о коммуникации как единстве и развлечении информации, сообщения и понимания. Это уже из западной культуры мы это видим. И коль связано это с информацией, понятием информационно-коммуникативного пространства, я предлагаю такое определение информации, как вид наличного бытия, который обладает только пространственной формой бытия и вне временной формы существования. Наряду с материальным, психическим, идеальным видами наличного бытия можно говорить о информационном бытии как пространственном, вне временном бытии. И об этом буду говорить еще в субботнем докладе. Иногда говорят о том, что мир таких объектов, которые занимают место и не развиваются во времени, не существует. Скажем, логика Аниса, Александр Михайлович, так считает. Но это спорная точка зрения. Информационно-коммуникативное пространство может быть определено как сфера информационного обмена и в то же время как среда межличностного общения, диалога людей между собой, сообщества людей между собой. Целый ряд особенностей информационно-коммуникативного пространства мегаполиса можно рассматривать, но я их только здесь кратко назову. Это неорганичность, искусственный характер его дискретности, то есть не является непрерывным. Это фрактальность, самоподобное деление, и виртуальность. И, с вашего позволения, для экономии времени я не буду подробно останавливаться на этих характерных чертах. Фрактальность, в частности, если говорить о мегаполисе, то фракталы с их хаусдорфовой размерностью фрактальных множеств имеют пространственную мерность на дробную, как правило. Вот здесь фрактал с мерностью меньше трех на больше двух, чем характеризуется и пространство самого мегаполиса, имеется в виду физическое и социальное пространство. Мерность касается не только пространства. Виртуальность характеризуется тем, что человек находится во власти этой реальности и далеко не всегда может ее овладевать как некой данностью, как наличной реальностью. Но и не только внутренний мир человека виртуализируется под влиянием информатизации и коммуникации, но и внешний мир также видит мегаполис как ирреальный или гиперреальный. Порождаются различные парадоксы информационно-коммуникативного пространства. Казалось бы, те связи, коммуникации, которые устанавливаются между людьми, должны их связывать, но они и разделяют людей. Парадокс объединения сейчас заключается в том, что чем большие массы включаются в коммуникации, тем более они отчуждаются друг от друга. И чем сильнее коммуникации связывают люди, тем более ясно разделяют их по существу. Меняется язык, который упрощается, делает выражение смысла неадекватным вещам и вырождается даже язык, как албанский так называемый язык в сетях. И диалог зачастую ведет не гармонию, а к хаосу. И в связи с этим возникают вопросы перед теорией, практикой, как можно избежать негативных, катастрофических, губительных последствий информатизации и роста мегаполисов, мирового технополиса. И можно ли получать положительные результаты, извлекать из этого какие-то ценности, достоинства, а не гибнуть в этом. То есть те парадоксы, о которых я говорил, переформулируются в соответствующие вопросы перед теорией и практикой. С вашего позволения тоже я не буду сейчас их все зачитывать, потому что время требует переходить к главному, наверное, моменту, а именно к такому состоянию информационно-коммуникативной среды, и самого социума, в котором может произойти явление, подобное черной дыре в космическом или физическом смысле этого слова. А именно в результате неконтролируемого вторжения во внутренний мир человека и технологических, чуждых в человеческой природе элементов и того содержания, которое связано с окружающими индивидами, может происходить разрушение личности, потеря индивидуальности. Души людей, как бы примудительно вдавливаясь друг к другу, образуют уже вовсе не ту гармонию, которую мы видим, скажем, в музыке или в общении людей друг с другом, а катастрофическое их разрушение. Но можно, на мой взгляд, предполагать возникновение белой дыры, то есть рождение нового мира из этого состояния. В черной дыре в одвинутость душ друг друга превращает то общение, прикосновение, взаимное проникновение душ в любви из времени подобного в многомерное пространство подобное, где я есть я сменяется отношениями. Я есть не я, а есть и ты, и он, и она, и она. Наконец, я есть какое-то безличное это. А пространственно подобное отношение, развлечение, я не есть ни ты, ни они, не какое-то безличное это, становится одномерным. Я уже не есть я. Это диалогика, которая требуется исследования и разработки, и поиска путей к такой диалогике, которая была бы спасительной, синергийной, связанной с любовью и общением людей друг с другом, и обеспечивали бы выход из этой черной дыры. Я предлагаю такую схему диалогики, отражающую эти два вида пространственно-временного твиста. Я здесь использую термин тоже из физики. Один из которых характеризуется вечное повторение, вечное возвращение. Синергетический тип пространственного временного типа. Синергетика, как вы знаете, тяготеет к язычеству. И поэтому такое мировоззрение, ориентирующееся на безличный абсолют, оказывается связан с цикличностью черных и белых дыр. И другой тип – это синергийный, где синергия уже понимается как духовная. И она может дать выход из этого, так сказать, колеса на сансары, выход из этого вечного возвращения. В качестве исходного состояния я здесь беру то, которое характерно для современного уже общества, не для ранних культур и цивилизаций, а когда уже индивидуальности сформировались, обособились, и человек в своем самопознании, задаваясь вопросом «что есть я?», отвечает как бы тофтологично. «Я есть я», как мы видим у Канта. Но за этим стоит не тофтология все-таки. Я вопрошаемая, что иность моего «я» на самом деле за собой скрывает к тойности «я» вопрошающий. «Я» вопрошаемый и есть тот же самый «я» вопрошающий. Но когда я спрашиваю «кто есть я?», то здесь я скорее отмежевываюсь от всех других, индивидуалистическая такая отрицательность. «Я» не есть ни ты, ни вы, ни они, и не есть безличное это. «Я» не есть не я. Но в процессе вот этого апокалиптического, что ли, разрушения личности, когда образуется черная дыра, то оказывается, что моё «я», моя «ктоинность» заменяется штоинностью «ты», «вы», «он», «она». Наконец, я превращаюсь в какое-то безличное «это». И когда я задаюсь вопросом «что есть я?», мы получаем ответ, противоположный тому, что был в нормальном состоянии. «Я» не есть уже «я» вопрошающий. И если мы находим возможности выхода из этой черной дыры, возникают белые дыры, то я задаваясь вопросом «кто есть я?», уже могу обрести свою штойность. «Я» вопрошающий и есть тот «я» вопрошаемый, который был потерян. И когда я затем спрашиваю «а что же это такое моё «я», то такой тип мировоззрения подсказывает мне «ты и си то». Это безличный абсолют, который позволяет мне преодолеть обособленность и обрести не только социализованное, но и вселенское космическое бытие. Мы выходим на цикл вот этого вечного возвращения. Если же мы в этой черной дыре вступаем не в информационный обмен, не в интерактивное взаимодействие, приводящее к тому, что моё «я» становится безличным. это, а в личностное, межличностное общение, то формируется реальность «мы». «Я» есть «ты», «я» есть «вы», и «он», «она», «они», и «я» есть «мья». Казалось бы, это автология, но за ней стоит тоже довольно серьезная структура, проблема. И задаваясь вопросом о том, а что же есть «я», то здесь я могу сказать, что я только не есть безличное «это». Когда задаемся вопросом, а кто же есть «мы», вот эта новая высшая реальность по Семену Людоровичу Франку, то ответ здесь на Христа, на «вы дети Божьи», вы уже не рабы Божьи, на «вы дети Божьи». Это уже не вечное возвращение, это история, и, так сказать, сверхистория, это преображение, которое может быть типом, ну, типом белой дыры. Но проблема возникает, опять же, о которой наговорил еще Хайтнгер, нетости на Бога. Она связана с утратой индивидуальности, личности, и кто нас может спасти в этом мире. это проблема, которую нам нужно решать, я думаю, не столько теоретически, и не только теоретически, но прежде всего практически. Я думаю, что возможно все-таки такой катарсис, который и в ситуации апокалиптического ужаса преодолевает тот паралич души и духа, который не позволяет достичь освобождения. Но не берусь здесь, наверное, сейчас говорить о каких-то технологиях, хотя есть подходы, для которых требуются, наверное, уже дополнительные какие-то доклады. Я не оставил, наверное, времени на вопросы. Есть еще и минуты. Тогда, если есть вопросы какие-то, на них постараюсь ответить. Пожалуйста. Тогда несколько минут оставим на будущее, чтобы у нас было время для дискуссии. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.